Мировая статистика гласит, что 80% жителей Британии уже к 10-12 годам испытывают болезненную страсть по ходам по магазинам. В США этим болеют 15 миллионов человек. Но в нашей стране такой статистики не наблюдается. Значит ли это, что нам не знакома и не страшна мания приобретательства вся и всего? Многие люди, не знаю, коллекционируют золото, машины, все по возможностям. Но, как говорит моя мама, я на самом деле коллекционирую одежду. Ля-ля-ли, шопоголик со стажем, не раз спускала всю зарплату на красивую одежду, сумки и туфли. Ради эксклюзивного предмета гардероба Бишкигчанка преодолевает немалые расстояния. Ездит за брендовой одеждой в Италию и Турцию. При этом сама девушка не считает любовь к красивой одежде зависимостью. Очень многие мировые психологи говорят, что шопинг – это лекарство. И, наверное, для меня шопинг – это на самом деле лекарство, потому что любую хандру, любое невезение. И, если честно, даже температуру можно вылечить шопингом. Я думаю, что именно это помогает радоваться, улыбаться. Однако психологи утверждают обратное. Шопомания – это болезнь современного общества последние два десятилетия. Яркое тому подтверждение – жительница США за рекордные 2 минуты 34 секунды спустила всю зарплату мужа на одежду. Это приводит, конечно же, к бездуховности нашего общества, к тому, что именно материальное заменяет духовные ценности. Падает резко уровень образования и также преобладание материальных ценностей дальше будет приводить к падению интереса к глубокому образованию. Эксперты говорят, общественность, в особенность молодежь, гонясь за модной одеждой и брендами, ставит материальную часть приоритетом. О духовном обогащении и вовсе забывают. Заведующая книжным магазином признается, что посетителей в ее магазине становится все меньше и меньше. И некоторые даже молодые мамочки, приходя за книгами своим детям, выбирая, некоторые даже не знают, что такое энциклопедия. Вот это прискорбно слышать. Деньги, может быть, даже зарабатывая, они предпочитают тратить их на вещи, на бижутерию, на косметику, на какие-то поездки. И не думают о том, что можно получить какое-то духовное развитие. Специалисты советуют модницам и шапоголикам умерить свои аппетиты. И не забывать, что встречают по одежке, а провожают по уму. Эльвира Сатыбекова и Сентура Абыкеев, Общественный Первый канал.